МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Дело номер. Как всегда, в начале новой недели все о криминальных событиях и самых громких судебных процессах недели минувшей. Информацию о совершении убийства в Кустанайской области подтвердили в полиции региона. 20 июля во дворе дома на улице Карла Марса в поселке Кушмуруно у Лекольского района было обнаружено тело местной жительницы с ножевыми ранениями в области шеи. Муж погибший рассказал полицейским, что был в доме, когда услышал крик жены. Мужчина выбежал на улицу и вступил в схватку с нападавшим, который также получил ранения. По данным сотрудников областного полицейского департамента, по подозрению в совершении убийства женщины задержан 29-летний мужчина, он во дворе он в изолятор жирейного содержания. Проводится расследование. По информации, которую мы получили от жителей поселка, задержанный является их односельчанином. Почти в два раза выросло количество дорожно-транспортных происшествий в Кустанайской области по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщило руководство полицейского департамента на заседании в Акимате региона. На рост аварийности, по мнению стражей порядка, влияет низкая дисциплина участников движения и состояние дорожной инфраструктуры. На улучшение второго фактора в этом году в регионе выделено около 400 миллионов тенге. Однако, как выяснилось, не все Акиматы городов и районов выполняют поставленные задачи. Для стабилизации ситуации на дорогах Кустанайской области полиции региона совместно с заинтересованными госорганами и организациями принимается комплекс мер. Но анализ показал, что их недостаточно. По данным областного полицейского ведомства, число ДТП в регионе возросло на 99,3%. С 206 до почти 400. На состояние дорожной безопасности влияют одни и те же факторы, первые из которых низкая дисциплина. С начала года полиции пресечено более 73 тысяч нарушений правил дорожного движения, в том числе более 7 тысяч совершенных пешеходами. Задержано около 700 нетрезвых водителей, выявлено 87 фактов выезда на встречную полосу. Автопарк области за два года вырос на 25 тысяч автомобилей. Но прием экзаменов по вождению в автоцонах остается не на должном уровне. Второе – это состояние дорожной инфраструктуры. В населенных пунктах 79% ДТП, из них треть на тени случаев связаны с наездами на пешеходах. Пешеходы погибают в основном из-за отсутствия безопасных пешеходных переходов, освещения и тротуаров. Самым проблемным является областной центр, где зарегистрирована почти половина всех учетных ДТП. По словам Алексея Милюка, в Кустаная в среднем ежедневно происходит по 25-30 дорожных инцидентов. В основном из-за неправильной организации движения, отсутствия дорожных знаков и разметки, некорректной работы светофоров. Их замена идет медленно. За месяц сменили 7 из 30 планируемых. А менять и устанавливать знаки начали лишь в середине июля. Из 700 требующихся оборудовано всего три десятка. Отсутствие отражается на аварийности. Вовремя не обрезаются ветви деревьев, из-за которых плохо или вообще не видно знаки и светофоры. Разметка нанесена только на 70% городских улиц. На загородных трассах, на которых происходит большинство тяжких ДТП с летальностью в 55%, необходима краевая разметка. Она служит ориентиром для водителей в темноте и в непогоду, но нанесена только на 4 из 12 дорог республиканского значения и на 4 из 28 значения областного. Вызывает недовольство граждан из состояния дорог и дорожного полотна. Немаловажным вопросом остается профилактика детского дорожного транспортного травматизма. До начала учебного года осталось буквально месяц, однако инфраструктура вблизи учебных заведений находится в неудовлетворительном состоянии. На улучшение инфраструктуры акиматом области выделено порядка 400 миллионов тенге, однако проведенным обследованием установлено, что не все акиматы городов и районов выполняют поставленную задачу. Речь идет прежде всего о городах и районных центрах, правильно же, да? И в прошлом году говорили о том, что многие светофоры работают некорректно, мягко говоря. Как вы работаете с этой компанией? Она, по-моему, единственная у нас в Кустанайе. Почему не наказываете? Подрядчик, правильно заметили, он подводит. Единственный у нас подрядчик, который работает в городе Кустанайе. Уведомления мы ему выставляем за неисполнение, соответственно, по закону будет пеня. По разметке у нас спецстройсервис, компания с Астаны. Каждый раз привозят они гастробайтеров, в основном граждан Узбекистана. Их постоянно выдворяют. Даже если подадут на расторжение, мы по судам уйдем в осень или в зиму. Поэтому мы понимаем это и приходится с ними нянчиться. Аким области поручил всем руководителям городов и районов отреагировать на все замечания, высказанные полицией региона. Партия синтетических наркотиков, крупнейшая в этом году для Кустанайской области, изъята из незаконного оборота. Полицейские обнаружили запрещенные вещества у жителя Рудного. Как выяснилось, ранее несудимый человек занимался преступной деятельностью уже несколько месяцев. По данным борцов с наркопреступностью, в результате их действий в оборот не попало более полутора тысяч разовых доз синтетики. 35-летний ранее несудимый мужчина задержан сотрудниками городского отдела по противодействию наркопреступности в Рудном. В его квартире был проведен обыск. В результате были обнаружены коробка с множеством небольших зип-пакетов с порошкообразным наслоением, как будто запаленная пластиковая ложка и электронные весы, и большой полиэтиленовый пакет со светлым порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик альфа-ПВП весом в 600 граммов. Вес 600 грамм относится к особо крупному размеру. Если данный изъятый наркотик перевести в дозу, тогда получится полторы тысячи доз. А если перевести в денежном эквиваленте, 12 миллионов тенге. Он где-то около полугода работал в интернет-магазине, сам привозил наркотики в особо крупном размере, фасовал и распространял. То есть каждая доза стоила почти 10 тысяч тенге. В отношении подозреваемого избрано мера пресечения ареста. По данному факту проводится досудебное расследование. Сотрудники полиции отмечают, что задержание было проведено в ходе долгосрочной крупномасштабной республиканской операции «Кара-Сура-2024». Было выявлено, пресечено, ликвидирована одна подпольная нарколаборатория. Информационную систему в кибернадзор было внесено для блокировки 350 незаконных страниц, где рекламируют наркотики, пропагандируют наркотики. А с начала года сотрудниками Кустанайской полиции было выявлено 186 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Общий вес обнаруженных запрещенных веществ – это и марихуана, и культивируемая конопля, и опи, и героин – превысил 40 килограммов. Почти 2 килограмма из этого объема приходится на синтетику, которая, как говорят полицейские, постепенно вытесняет с преступного рынка классические наркотики. Различные вещи с логотипом известного мирового бренда стоимостью в миллион тенге сгорели в одном из кустанайских предприятий. Сожгли их целенаправленно по решению суда, так как сумки, футболки, ремни и обувь были признаны контрафактной продукцией. Факт незаконного использования в Кустанайе товарного знака был выявлен сотрудниками местного департамента юстиции по заявлению представителей фирмы правообладателя. За процессом сожжения наблюдала наша съемочная группа. Футболки пола, брюки, ремни, сумки с названием одного известного иностранного бренда всего 64 вещи доставлены в котельную одного из предприятий Кустаная в сопровождении представителей областного департамента юстиции и территориального отдела принудительного исполнения. Эти вещи изъяли у местного предпринимателя. Поводом для этого послужило заявление от правообладателя товарного знака. На основании заявления, поступившего к нам, в котором были указаны все реквизиты, наименование ИП, адрес, месторасположение продукции, которая реализуется данным ИП, нами был направлен запрос в управление Комитета по правовой статистике для проведения проверочных мероприятий. Искать точку торговли под делками долго не пришлось. Ее адрес был указан в заявлении. Хозяин вещей не смог предоставить какие-либо счета, фактуры, накладные, договоры с компанией-правообладателем, которые могли бы подтвердить легальность происхождения данного товара. По словам представителя департамента юстиции, это говорит о том, что продукция является контрафактной. В итоге суд наказал кустанайского предпринимателя. Лицо было привлечено к административной ответственности в размере 30 МРП, то есть они оплатили штраф. И данная продукция подлежит конфискации путем уничтожения. В данном случае термическая обработка. То есть кроме потери товара, приобретенного на рынке в Алматы, торговец контрафактом еще и выплатил государству 155 тысяч тенге. Термической обработкой представитель юстиции назвалось сожжение вещей стоимостью в 1 миллион тенге. Другого исхода для поддельной продукции законодательством Казахстана не предусмотрено. Эту одежду, отмечают специалисты, нельзя, например, передать в детские дома. Не соответствует сертификации Республики Казахстан. И с нашей стороны это будет неправильно, передавать данную продукцию, непрошедшую стандарты, детям. Вы сами чувствуете, какой запах сейчас идет от этой продукции. То есть здесь присутствует химический состав, что оно не соответствует. И представьте, если эту одежду будут носить люди, дети в данном случае, и вполне возможно какие-либо негативные впоследствия в качестве аллергии. В этом году в Кустанайский департамент юстиции от правообладателей поступило 4 обращения о неправомерном использовании их товарных знаков. Продукцию, сожженную сегодня, изъяли по результатам двух из них. В двух других случаях были изъяты и также уничтожены смартфоны с эмблемой одного из дорогостоящих технических брендов. За весь прошлый год по 16 обращениям правообладателей в Кустанайской области было изъято из оборота более 2,5 тысяч контрафактных экземпляров. Попытка переброски запрещенных предметов в Кустанайскую колонию была пресечена ее сотрудниками. На территории учреждения был обнаружен темный сверток, обмотанный скотчем. В нем находились две сим-карты, два сотовых телефона, флеш-карта, пара наушников и зарядное устройство. При мониторинге записи и камер видеонаблюдения сотрудники оперативного отдела колонии областного департамента полиции установили автомобиль и человека, который перебросил запрещенные предметы через внешние ограждения. Его задержали и он признался в содеянном, указав, что техника предназначалась для его знакомого осужденного. В итоге поставщика запрещенных предметов привлекли к административной ответственности. Найденное имущество было конфисковано. На сегодня это все. В следующий раз смотрите нас в телевизионном эфире ровно через неделю. На эту программу и ее отдельные материалы в любое время на канале АЛАУ в Ютубе и подписывайтесь на аккаунт программы в Инстаграм. До свидания. Пусть все у вас будет хорошо. Редактор субтитров А.Семкин